Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградерству и винодели. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградер по призванию. С нами выращивание винограда, понятно и доступно. Сегодня мы с вами поговорим о пасынках, поговорим, что это такое и как с ними правильно работать, чтобы получить хороший результат и не навредить кусту. И также еще немножко затронем тему усиков, тоже тема такая спорная, убирать не убирать. Об этом мы с вами тоже сегодня поговорим. Что такое пасынок? Смотрите, вот это у нас идет зеленый побег, вот растет листик, а вот отсюда растет еще один побег. Вот это пасынок. Пасынки могут быть первого порядка, то есть те, которые отрастают от однолетнего побега. Если мы здесь прищипнем точку роста, это то, откуда все растет, то вот из любой из этих почек может пойти пасынок второго порядка. Вот смотрите здесь, вот наш побег, вот пасынок, у него была прищипнута верхушка, вот идет пасынок второго порядка. Ну я думаю, что наверняка все слышали о том, что пасынки нужно убирать. Зачем? Во-первых, они тянут определенную энергию. Смотрите, вот на этом кусте в каждой пазухе листа, то есть у каждого листика есть пасынок со своей точкой роста. Точка роста, она дает определенный сигнал, да, она говорит, дайте энергию мне, и это, говорит, дайте мне это, это, это. То есть они перераспределяют питательные вещества и энергию куста. Нам же надо эту энергию направить вот в рост одного побега и оставить одну точку роста. Поэтому пасынки надо убрать, точки роста на пасынках. Кроме того, смотрите, вот здесь у нас довольно плотненько. Тут уже отцвело все, вот там гроздочки. И пасынки создают определенное загущение, которое нам, ну скажем так, не нужно. Все-таки, особенно в районе грозди, все должно нормально проветриваться. Поэтому пасынки вроде бы тоже мешают. Вот, но пасынки несут еще и некоторую хорошую функцию. Смотрите, вот здесь, вот смотрите, вот здесь у нас почка. Это так называемая основная почка. В следующем году из нее вырастет вот такой же побег. И на нем будут грозди, на нем будет урожай. И почему-то природой так придумано, что кормит вот эту почку. В основном не вот этот побег, не вот эти вот листики, а именно вот этот пасынок. И если мы его выламываем, то в таком случае мы можем эту почку повредить. А это наш будущий урожай. А также ученые доказали, что то, вот как мы будем работать с этим пасынком, в результате скажется на будущем урожаем. Поэтому с пасынками надо работать грамотно. Если мы их выламываем, то во-первых, мы повреждаем почки. Во-вторых, смотрите, я уже говорила про точки роста. Они есть на пасынках и на верхушках побегов. Опять же, виноградарей слышали про такой прием, как чеканка. Когда у нас лозы дорастают до верхней проволоки, мы вот эту точку роста, вот эту верхушку убираем, чтобы оно дальше не росло. Либо кто-то считает, что нужно прищипывать во время цветения. Это сказывается на опылении. Сейчас мы не вдаемся в эти подробности. То есть в некоторых случаях вот эти точки роста убираются. И в случае, если мы выламываем все пасынки и убираем вот эту точку роста, мы можем спровоцировать раскрытие вот той самой основной точки. Вот этой. Если мы... То есть она раскроется не в следующем году, как ей положено, а сейчас. И это плохо. Конечно, да, такое может случиться, но это плохо. И так делать не нужно. Выламывать пасынки не нужно. У них надо убирать только точку роста. Многие прищипывают, тоже есть такое мнение, что за вторым листом. На самом деле, опять же, ученым доказано, что наиболее эффективно прищипывать за пятым. Но смотрите, опять же, да, есть теория подтвержденная, есть наша практика. Если у нас крупноплодные сорта, у которых и так все нормально с урожайностью, то нам не надо там, чтобы закладывали супергигантские грозди. Ну что, вот смотрите, три листика пока что, да? То есть пять, это будет достаточно много. И если у нас лозы расположены через здесь 15 сантиметров, и мы будем оставлять большие пасынки, то у нас будет сильное загущение. Поэтому мы листики не считаем и убираем точку роста, ну так как нам удобно. Вот здесь, в принципе, можно за третьим листиком. Убрать, да? Где-то вот пасынок чуть выше здесь убрали за первым. То есть если у нас там не какой-то мелкоплод, у которого проблемы с плодоношением, то как вам удобно, так и прищипывайте этот пасынок. Над вторым, над третьим, над пятым листом, над каким угодно. Самое главное, не убирать его, не выламывать, а просто прищипнуть. Ну что, в случае чего, вот я показывала, есть пасынки второго порядка, будут раскрываться вот здесь почки. А не вот это. Вот это ее время, это следующий год. Ну, в принципе, смотрите, если бы у нас лозы были расположены достаточно редко и пасынки расположены в том месте, где они не мешают, то можно их и оставлять больше. Там и на пять, и на шесть листов, потому что листья лишние, в общем-то, винограду не мешают. Вот, опять же, более коротко, можно пасынки прищипывать в зоне гроздей, ну что там нам не надо загущения, а вверху, в общем-то, как вам удобно, так и работайте. И еще такой момент. Сейчас мы с вами говорили о стандартных кустах, которые нормально развиваются, так как им нужно развиваться. Бывают ситуации, когда куст жирует, он растет слишком бурно, и тогда пасынки, это вообще наше спасение, благодаря пасынкам мы можем куст нагрузить, мы можем его загрузить. Более того, некоторые сорта на пасынках дают урожай, и да, мы можем получить урожай, мало того, он даже может созреть. Например, сорт сеня, который мы выращиваем, очень часто бывает, что мы где-то пропускаем гроздочки на пасынках, и они даже успевают созревать. Да, это гроздь меньше, да, ягодка там меньше, но тем не менее, то есть в случае неблагоприятных условий на пасынках мы даже и можем получить урожай. Также пасынки могут нам помочь справиться с жированием. Вот смотрите, как это выглядит на деле. Вот что мы делаем, мы укладываем его в горизонт, и убираем точку роста, верхушку. Пасынки оставляем. Сейчас все пасынки, они пойдут вверх. И будет получаться, что как будто бы это у нас побег прошлого года, да, и из него пойдут расти пасынки. Они уже у нас будут считаться как побеги этого года. И вот пасынки эти, они могут нормально, хорошо вызреть, и мы их можем пустить на следующий год на плодоношение. Но иногда бывает так, что в принципе пасынки, допустим, не дозревают, но вот эта лоза, она точно дозреет. И при том, что мы ей дадим нормальную нагрузку, ее можно будет оставить на плодоношение. Поэтому грамотная работа с пасынками позволяет нам, виноградарям, решать многие задачи. Касательно молодых кустиков винограда, что делать с пасынками у них? Ну вот здесь никакого загущения нету. Тем не менее, точки роста у пасынков убирать нужно. Почему, я уже объяснила. А уже за каким листом прищипывать, хоть за третьим, хоть за пятым, как прищипнете, так и будет нормально. Тем более, если мы отращиваем побег на то, чтобы в следующем году использовать его на плодовую стрелку и в дальнейшем на рукав. И слышала недавно такое мнение, что пасынки обязательно надо выламывать на тех побегах, которые пойдут на рукава, чтобы было меньше ран. Ну, промолчу, да? Я напомню, напомню, что пасынки влияют на плодовую почку и выломка пасынков может спровоцировать раскрытие почки основной, что гораздо хуже. Кроме того, пасынки у нас в нашем регионе вызревают довольно редко. Вызревает вот этот основной зеленый побег, а пасынки просто отваливаются ровно так же, как отваливаются листики. Но от листиков мы же не говорим, что будут раны. Поэтому, ну, мое мнение я высказала. Пасынки нужно просто прищипывать. Касательно усиков, существует мнение, что убирать их нужно обязательно, потому что они тянут энергию с куста. Но, честно говоря, наше мнение такое. Убирать их просто удобно. Потому что пока они вот такие вот мягенькие, раз, отщипну, и все. Это быстро, удобно, когда вот в любой момент подходим к кусту, те же пасынки прищипываем, подвязку. То есть убрать такой усик легко. Потом он начинает закручиваться. Он уже становится жесткий. Даже вот смотрите. Вот здесь у нас был усик. И видно, что он толстый, такой жесткий. Так вот, потом, для того, чтобы эти самые усики убрать, нам уже надо будет какое-то оборудование. Секатор. Неудобно осенью, потому что тоже они сильно закручиваются за проволоки, снимать со шпальеры, обрезать. Ну, неудобно. Мы тратим на это дополнительное время. Кроме того, усики, ну, им же свойственно закручиваться, да, они изначально природой задуманы для того, чтобы держаться за опору. И бывает, что они закручиваются вокруг самого побега, его перетягивают. Вот. Поэтому усики удобнее убирать вовремя. Вот даже смотрите уже, что он делает. Он уже вокруг листа закрутился, будет этот лист сжимать. И тоже пока он еще мягкий, травянистый, вот мне рукой его удобно убрать. Что касается потребления энергии, да, конечно, какую-то энергию куста он потребляет. Но, честно говоря, мое мнение, что она настолько незначительна, что вряд ли мы заметим какую-то глобальную разницу. Повторюсь, убирать усики – это всего лишь вопрос удобства. И что бы я хотела сказать в завершении. Смотрите, практически все, что мы с вами сегодня обсудили, за исключением тех случаев, когда нам надо нагрузить куст, когда у нас жирование, касается тех побегов, которые мы оставим на плодовую стрелку на следующий год. То есть, если вы выломаете пасынки, там пойдут основные почки раскрываться на тех лозах, которые мы потом обрежем, то ничего критичного для вас не будет. Другой вопрос, что, ну, ходить, отмечать, как бы, что вот, вот это мы оставим на плодоношение, вот это точно можно, вот, хоть как с ними обращаться, не совсем удобно. Поэтому лучше, наверное, да, лучше все делать по правилам, с другой стороны, и если вы где-то что-то сделаете не так, то, может, это и не совсем критично. Особенно, если эти лозы расположены далеко на теперешней плодовой стрелке, мы понимаем, что мы их в конце сезона уберем. Надеюсь, видео вам было полезно. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку «Еще». Ссылка на каталог наших сортов и награды и наши контакты. И до новых встреч!